Человечество всегда интересовало небо. Но если сегодня небесные тела изучают наука, в далекие времена человек познавал окружающий мир посредством наблюдений и собственных ощущений. Во многих культурах такие мощные светила, как Солнце и Луна, всегда занимали особое место. И если значение Солнца давно всем известно, то вот с Луной все не так просто. Вера в то, что Луна может влиять на настроение, здоровье, дела человека и даже урожай, жива по сей день. Я по лунному календарю живу. Сейчас вот лунный календарь просто купила, как следок. Почему? Потому что все, что есть на Белом Сете, все влияет на нас. Влияет даже, так скажем, не просто может влиять. Все имеет значение. Луна в том числе, Луна вообще очень сильный, мощный, так скажем, влиятель. Ну, на мое настроение, на сон особенно влияет. Полнолуние, я, например, заснуть не могу. Заметила такое, да. Появление бессонницы и плохого настроения в период полнолуния – явление нередкое. По словам самарского астролога Екатерины Бусыгиной, Луна действительно воздействует на человека. В зависимости от лунной фазы расположения, которое она заняла на небе, мы можем испытывать прилив энергии или, напротив, спад жизненных сил. Особенно 9, 19, 29 лунные сутки – это темные лунные дни, когда у человека появляется плохое настроение, он негативно реагирует на всякие разные новости. То есть он более остро воспринимает все процессы в течение этих суток, в течение этого дня. И также полнолуние, естественно, тоже очень сильно эмоционально влияет на людей. Для астрологов то, что полнолуние способно влиять на сон, не вызывает сомнений. Одно из самых простых и популярных объяснений связано с гравитацией Луны, которая контролирует приливы океанов – самых больших водных резервуаров на планете. Сам человек в среднем на 60% состоит из воды, и потому, так же, как и вся вода на Земле, зависим от влияния лунных фаз. Медики согласны с этим утверждением лишь отчасти. На сон человека влияет практически все. Конечно же, геомагнитное поле Земли влияет, изменяемое вследствие изменения, скажем так, взаимодействия с другими планетами, в том числе с тем спутником Луной, о котором мы сейчас говорим. Но сказать, чтобы мы, скажем так, работали с какой-то конкретной патологией, которая связана именно с лунным циклом, конечно же, такого нет. О том, что изменение магнитного поля влияет на работу головного мозга, известно давно. В Институте высшей нервной деятельности ведутся разработки устройства, которое позволило бы с помощью изменения магнитного поля улучшить качество сна. А пока спастись от бессонницы можно с помощью простых ритуалов – почитать перед сном книжку, выпить ромашковый чай или принять горячую ванну. Александра Гусева, Николай Сидоров, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.